Русалка 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 Это, знаете, незабываемо. Он был настоящим воином, бойцом по жизни, говорят про Этуша в родном театре. Держать удар, защищать ближнего. Этому Владимир Абрамович учился на фронте. В 41-м поступил в Щукинское училище. Оттуда ушел добровольцем. Был тяжело ранен в бою. За доблесть снайпера Этуша наградили тогда орденом Красной Звезды. Вернулся служить уже только театру. Сцена ему помогала, призывала к жизни. Потом очень... Жена, наверное, ей отдать надо должное. Она поддерживала его, и он всегда повторял, нет, не буду умирать, у меня жена молодая, у меня спектакли. Как же так? Ларин, да я прошу, прошу прощения. Поверь, что будем счастливы мы вновь. Ах, Боже мой, какие огорчения приносит нам проклятая любовь. Мастер острохарактерных и комедийных ролей Этуш с 30 лет много снимался в кино. Экзотическая внешность привлекала режиссеров-сказочников. В копилке Этуша несколько королей, пара волшебников и карабас-барабас с приклеенной бородой, которого ужасно боялись дети. Мы вам покажем представление. Ах, это просто загляденье. Ах, это просто наслаждение. Это просто объедение. Я специально подходил пожать руку, поздороваться, что-нибудь сострить. Он сострит, я сострю. Он веселил. Он веселил, вы представляете? Комик-импровизатор Владимир Этуш даже не самых положительных персонажей наделял таким обаянием, что зритель влюблялся раз и навсегда. Его шпака из «Иван Васильевич меняет профессию» или товарища Саахова из «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая знают и цитируют миллионы. Многие из этих реплик Этуш придумал сам. Эта реплика у меня родилась совершенно случайно, когда я понимал, что у меня руки заняты, а я в шляпе. И надо зайти сейчас к невесте. И все-таки главным для Этуша всегда оставался театр. Он говорил, киноактеры – это спринтеры, театральные бегуны на длинные дистанции. Владимир Абрамович выходил на сцену Вахтанговского более 70 лет. Десятки ролей – комических, драматических, характерных. Нет, как вам нравится, такая наша! Извините, пожалуйста. Если ты, Сережа, секунду не перестанешь, я тебе захочу такую оплюху, которую ты никогда в жизни не получала. Ну-ка, летай, кто-то не может быть спокойной, я больше смеяться не буду. Кто-то же! Почти сразу, как сам окончил Щукинское училище, Этуш начал преподавать. Со временем стал его ректором. До последнего оставался художественным руководителем. Теперь уже Щукинского института. Всем нам казалось, что Владимир Абрамович будет вечным, но ничего не бывает вечным. Все годы, что он был на посту ректора, он был настоящим защитником училища. Он был человеком, который любит свой дом. Он старался его защитить и сохранить. И он даже его приумножил, потому что во времена его ректорства наш институт получил новое здание. Большой Никола Песковский, дом 15. В последние годы у мастера было много интересных работ. К 90-летию появился спектакль «О каемовы дни» по лирической пьесе Афиногенова «Машенька», где у актера роль почтенного академика. В постановке Римаса Туминоса «Пристань» для корифеев Вахтанговского Этуш играл Грегори Соломона из пьесы Миллера «Цена». Сегодня что вы делаете, если вы несчастны? Правильно. Идете за покупками. Шопы. 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 Это аристократ. Это вот очень жаль, что вот эта аристократия, актерская профессия уходит. Ну, тут ничего не сделаешь, но она все равно остается здесь. Она здесь остается. Искренний и закрытый одновременно, ироничный и строгий, мудрый, хитрый, отважный и честный, суровый и сентиментальный, бесконечно преданный в дружбе. Этуш говорил про себя. И я голодный артист. Не сыграл многого из того, что хотел. Владимир Абрамович перестал выходить на сцену совсем незадолго до смерти. И кажется, именно его преданность любимой работе и бесконечная любовь к нему зрителей давали ему силу прожить такую долгую и яркую жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Масляная краска была изобретена для отображения человеческой плоти, говорил Вильям де Кунинг, американский художник-экспрессионист. Исказанное могло бы послужить очень точным эпиграфом к новой выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Фрэнсис Бекон, Люсиан Фрейд и Лондонская школа. Результат многолетнего сотрудничества Пушкинского музея, Лондонской Тейт-Бриттен и Банка ВТБ. Впрочем, сами британские мастера, авторы представленных полотен, умели высказаться ярко и концептуально. Вот еще готовы эпиграфы к нынешней выставке. Цель искусства – запечатлеть жизнь, обреченную на исчезновение. Франк Ауэрбах. Не только лицо, но все тело человека способствует пониманию его личности. Люсиан Фрейд. На эту выставку нужно идти хоть немного подготовленным. Иметь представление о том, что такое лондонская школа живописи и кто такие Фрэнсис Бекон и Люсиан Фрейд. Зрители встречают наполовину люди, наполовину чудовища. Это триптих Бекона, повторение его знаменитой работы 44-го года. На том первом триптихе, который в два раза меньше, те же фурии, только не на красном, а на оранжевом фоне. Тогда, в 44-м, это был успех. Правда, слово это для художников лондонской школы вовсе не означало славу. Успех связан с познанием себя, с мира, который вокруг тебя, с максимальной искренностью по отношению к искусству и к высказыванию тех смыслов, которые ты ощущаешь. Фрэнсис Бекон был самоучкой и часто повторял, что рад тому, что не потерял время на изучение бессмысленных вещей, которые никогда не стал бы изображать. Его работы часто сравнивают с психоанализом. Он просто снимает покровы богопрестойности человека. Он срывает маски, личины, за которыми скрывается сырая, хрупкая, ломкая экзистенция, мясо буквально. И вот этот рифт 1972 года он как раз демонстрирует нам человека абсолютно обнажённого, обнажённого до того степени, что он превращается в небытие. Эта работа посвящена смерти. С одной стороны изображён близкий друг художника Джордж Дайер, который совершил самоубийство за несколько дней до открытия ретроспективы Бекона. С другой стороны сам Бекон, а между ними нечто похожее одновременно на борьбу и на страсть. Ещё один художник лондонской школы – Люсьен Фрейд, внук знаменитого австрийского психолога. Фрейд и Бекон дружили много лет, часто писали друг друга, но соперничество взяло своё. Известно, что Бекон был очень щедрым человеком, покровительствовал многим художникам и поощрял молодых, восхищался ими. Но когда они становились более успешными, отношения прекращались. На страсть Фрейда к живописи во многом повлиял Бекон. Они оба были художниками, для которых не существовало авторитетов. Считали, что живопись должна не повторять реальность, а создавать новую. Этому же принципу следовали Франк Ауэрбах и Леон Косов. Кажется, что их работы созданы спонтанно, но свои картины они могли переписывать по 40-50 раз, стирая не только краску, но и бумагу. Здесь это хорошо видно. Это первый раз, когда в Россию привезли работу художников в лондонской школы в таком объёме. 80 работ о неизбежности смерти и разрушительности жизни. В Пушкинском музее сейчас послевоенный Лондон. Анализ того времени и предчувствие будущего. Эту выставку в музее ждали 5 лет. Анна Галинская, Сергей Скоридов, Новости культуры. Художники лондонской школы, и это обязательно надо учесть, творили в годы, когда и абстракционизм почти уже устарел. Пребывал в тупике, можно сказать. Один из них, Рональд Китай, говорил, что в тот период «Мона Лиза» казалась ему более радикальным высказыванием, чем творчество абстракционистов. Кстати, именно Китай ответственен и за наименование «Лондонская школа» и за сам факт объединения художников. Именно он в 1976-м собрал их выставку и дал ей название «Хьюман Клей» – «Человеческая глина» или «Плоть». Кажется, что аромат той лондонской экспозиции чувствуется на нынешней выставке в Пушкинском. Я не помню ни одной выставки, в пространстве которой так сильно пахло бы масляной краской. Это можно считать отличительной особенностью лондонской школы? Да, для некоторых из них так оно и есть. Некоторые из мастеров лондонской школы использовали краску в очень большом количестве. Буквально лепили из краски человеческие тела или пейзажи. Мы еще стоим с вами очень близко к картине Леона Коссофа, на которой он изобразил своих родителей. Скажите, Алекс, насколько верно суждение о том, что лондонская школа – это переход от живописи духовности к живописи телесности? Разве в этих мясистых фигурах Фрейда и Бэкона не угадывается душа этих людей, истрепанная, измученная душа? Я думаю, вы можете позволить себе так рассуждать. Я больше того скажу, именно по этой причине Пушкинский музей – это идеальное место для картин таких художников, потому что этот музей хранит традиции европейской живописи. Надо еще учитывать, что все они пережили Вторую мировую войну, и это был травмирующий опыт, пугающий опыт. Общество вступило в эпоху тревожности. Поэтому важнейшие мотивы в творчестве художников лондонской школы – это уязвимость человека, его одиночество, изолированность. Скажите, Алекс, почему в названии выставки Бэйкон и Фрейд выделены из общего ряда? Разве остальные – Ауэрбах, Косов – это второго порядка авторы? Это второй ряд? Нет, конечно, это совсем не так. Два имени были выделены только потому, что именно они в России наиболее известны, и они должны привлечь внимание публики ко всей лондонской школе. И, конечно, я согласен, они все одинаково потрясающи. Кстати, почему школа? Они все учились у одного мастера, или учились друг у друга, или учат других одному и тому же. Не стоит воспринимать это понятие «школа» в привычном смысле. Его ввел один из них, Рон Китой, который приехал в Лондон из Америки. Крепко с ними со всеми подружился. И я думаю, он имел в виду не школу в обычном понимании, но некую общность. Я думаю, Китой – это с иронией сказал. Но окружающие восприняли термин буквально. Это может и школа, но только в том смысле, что все эти художники учились у великих мастеров, посещая Национальную галерею Лондона. Очень часто бывали там. Фрэнсис Бекон, например, утверждал, что на него очень повлияли Рембрандт и Веласкес. Эта школа, в отличие от других направлений в искусстве, после Второй мировой войны, абстракционизма, поп-арта, установила для себя связь с традициями европейского искусства. Всегда вела диалог с прошлым. Алекс, Вы, как руководитель Тейт Придн, являетесь председателем жюри премии Тёрнера, самой громкой премии современного искусства. Очередную недавно получила художник Шарлотт Проджер, которая сняла на айфон фильм о своих поездках. Как Вы оцениваете путь, который проделан от Фриде и Бекона до Шарлотт Проджер? Есть прогресс? Трудный вопрос. Не думаю, что художники, представленные на этой выставке, если бы они были живы, смогли бы прочувствовать эту связь с видео как средством выражения себя. А для Шарлотты Проджер это действительно новый способ самовыражения. И уверяю Вас, её работы тоже про человеческую уязвимость, про поиск себя в этом мире. Но это не значит, что живопись умерла? Нет, нет, совсем нет. Просто мы живём в такое время, когда в искусстве разные способы творить обрели равный статус. Многие молодые художники занимаются фигуративной живописью и волнуют их те же темы, что и художников с этой выставки. Что такое быть человеком? Что такое доля человеческая? Назовите имя живописца, который вам более всего по душе. Они все со мной резонируют. Особенно Фрэнсис Бекон. Ещё в юности я открыл его для себя. Он один из первых пробудил во мне интерес ко всему современному искусству. Ещё хочу отметить Паулу Регу, работы которой тоже есть на этой выставке. Мы сейчас готовим её ретроспективу. Спасибо. Спасибо. Плажа. Спасибо. Сказочная история «Русалки» популярна, любима, привлекает публику в любом исполнении, включая оперная. Но не могли не наступить времена, в которые сказочная слащавость переполнила бы терпение режиссёров. Оперные постановщики оказались наиболее нетерпеливыми. После двух мировых войн ни опера Доргомышского, ни опера Дворжика не могут выглядеть, как прежде решили они. Первая «Антисказка» появилась в английской национальной опере 35 лет назад. «Русалка» решала свои проблемы с помощью психоанализа. Версия Тимофея Кулябина в «Большом театре» – это несколько смягчённая версия «Антисказки». Работая с оперой Антонина Дворжика, Кулябин тоже испытывал трудности, которые объяснял избыточно сказочным сюжетом. «Ведь на улице таких не встретишь», – со смешкой говорит режиссёр. «Фактор улицы» в современных оперных постановках не учитывать уже нельзя, это правда. Но и от традиции слишком отдаляться не стоит, и Кулябин отдалился так, на полшага. За кулисами Большого – сказочный мир. Водяные, нимфы и русалки. И вам тоже рассказать. Это дочь моя, будущая русалка. Большинство участников этой постановки оперу Дворжика исполняют впервые. «Русалка», написанная композитором почти 120 лет назад, никогда не шла на сцене Большого театра. И для Тимофея Кулябина это был вызов – предложить свою версию оперы, столь популярной за рубежом и имеющей там самые разные режиссёрские интерпретации. Я, в общем, люблю заходить на ту территорию, где, как кажется, уже всё сказано. Хотел сохранить как бы вот эту фактуру сказочности, потому что мне важно было сохранить вот этих героев Ежебабу, этих нимф, но при этом, в общем, рассказать историю про современных людей. Здесь рядом романтика, сказка, волшебство и жестокая реальность, принять которую главной героине не так-то просто. Заглавная партия у Екатерины Морозовой и своя трактовка образа русалки. Она волевая, любящая, стремящаяся. Во втором действии она забитый, некрасивый, гадкий утёнок, который любит и который не подозревает, что над ней издевается тот же самый принц, который делает это всё в отместку своему отцу. Каждого мира и сказочного, и реального свои декорации в два этажа. Чтобы попасть на сцену, приходится подниматься по специальным лестницам. Привыкнуть к работе на высоте Ирине Долженко, исполнительнице партии «Баба-Яги», было непросто. В декорациях очень сложно, конечно, потому что я ещё боюсь дикой высоты. У меня были опыты разные, особенно в аидах, я много пела «Амнериса». И там всегда горы, там всегда много лестниц, много всего. И поэтому для меня это отдельная всегда история. Поэтому, когда мы первый раз вышли, я думаю, боже мой, наверное, я не смогу ни слова спеть. «Русалку в Большом» поют на языке оригинала. И для многих это тоже новый опыт. Лидия Алёшина, Денис Красенков, Новости культура. В столичный мультимедиа-арт-музей обратился к стилю ар-деко, который по меткому выражению Фрэнсиса Скотта Фитджеральда был рождён всей нервной энергией, накопленной и растраченной в войне. Этой энергии хватило на много десятилетий. Выставка фотографий, одежды и обуви, согласованных с той эпохой, это очередной проект Биеннале «Мода и стиль фотографии». Согласованность номер два на Биеннале – это необъяснимое влечение эстетики Голливуда. Влечение, действующее далеко за пределами Голливуда. И подхваченное фото- и кинохудожницей Алекс Прейгер. О двух экспозициях поочерёдно и подробно. Расшитые бисером разных цветов и длины этим платьям почти сто лет. Они, что называется, на выход. Их надевали всего несколько раз, чтобы ни в коем случае не повторяться. Простой силуэт, минимум ткани – то, что было доступно многим. В 20-е годы 20-го века уже открыты ножки и всё внимание на них. И акцент уже не на платьях, а на туфлях. В коллекции Назима Мустафаева две с половиной тысячи пар обуви. Здесь лишь крохотная часть собрания. Почти такая же крохотная, как и размер этих туфелек. Часто одевали на размер на два меньше, для того, чтобы нога выглядела такой аккуратной, обтекаемой, как перчатку примерно подбирали. Хотя, надо сказать, что в среднем нога действительно была меньше, чем в среднем сейчас. Считается, что за несколько поколений нога человека растопталась. Хождение по твёрдым поверхностям сделало своё дело. Туфельки на два размера меньше приобретались не для того, чтобы посидеть за столиком в кафе, а для зажигательных танцев. Когда подол платья поднимался всё выше, а бисер переливался под софитами. Как это было, Ольга Свиблова представляет в деталях. Это возвращается в массовой моде, и это возвращается в высоте коллекции. Но если вы туфельки посмотрите, я нечаянно, я не знала, что мы ардеко будем ставить. В этом году осенью купила туфельки. Но когда я увидела, как делались туфельки в эту эпоху, я поняла, что я почти попала. Тоже навеянной стилистикой прошлого, правда, голливудского, фотографии Алекс Прейкер. Она родилась в Лос-Анджелесе и всегда была близка к закулисью кинематографа. Поэтому между её фото и кино чёткой границы нет. Она снимает и то, и другое. Часто снимки оказываются пробами перед фильмом. И там, и там также стёрта грань между вымыслом и фактами. Алекс воссоздаёт кадры из классических фильмов и привлекает к этому процессу огромное количество людей. Массовка 7, массовка 9, массовка 3, 1 и так далее. Алекс Прейкер не только тщательно выстраивает декорации, которые имитируют общественные места, как, например, пляж, но также задействует в своих работах сотни статистов. Каждый из них в фокусе и каждый занят своим делом. Как-то на вопрос о том, что такое красота, Алекс ответила – толпа. Лица людей с неповторимыми носами, ушами и пальцами. Две выставки, открывшиеся в мультимедиа-арт-музее, рассматривают красоту с разных ракурсов. Непристально, но эмоционально. Под притягательные звуки джаза. Анна Галинская, Денис Остапчук, Новости культуры. Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» завершил работу в Ханты-Мансийске. Его президент, режиссёр Сергей Соловьёв, говорит, что «Дух огня – это ручная экспериментальная работа. Может получиться, набрать жара, а может остыть». Пройдём по горячим следам фестиваля. «Золотую тайгу» – главный приз в международном конкурсе. Жюри под руководством филиппинского режиссёра Лава Диаса присудила французу Виржилю Вернье за фильм «София Антиполис». Историю о необычном технопарке на Лазурном берегу. Фантастическим фильмом без спецэффектов назвали критики эту работу французского дебютанта. В конкурсе российских дебютов главный приз под названием «Цветы таёжной надежды» получил мистический фильм «Проклятый хамус», «Кулук хамус» якутского режиссёра Петра Стручкова. Это национальная кинолегенда с элементами саспенса, а в духе хичкока. Хотя и не доведённая до стандарта фильма ужасов, поскольку не все компьютерные спецэффекты были готовы к предъявлению фильма на конкурс. Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» можно сказать самый сбалансированный в этническом плане международный кинофестиваль. Это непревзойдённые мастера мирового кинематографа живут и работают в конкретных городах и странах. А начинающие есть везде. Вот, пожалуйста, лауреаты и дипломаты только нынешнего, 17-го фестиваля. Французы, якуты, турки, русские, немцы, ханты. В числе стран-участниц Индия, Аргентина, Польша, ЮАР. Вот только разглядеть кинематограф будущего вряд ли возможно на духе огня. Впрочем, президент фестиваля Сергей Александрович Соловьёв говорит, что это вовсе и не главное. За несколько дней в фестивале вы вообще успеваете понять, чего они хотят, дебютанты? О чём думают, о чём удивляют, о чём кино у них сегодня? Вы знаете, там значительно более сложная возникает структура, чем просто понять, чего хотят дебютанты. Ну, я понимаю, чего хотят дебютанты. Вы понимаете, да. Ну, хотят. Слава. Это первая площадка в жизни, получается, первый отклик, первые, так сказать, конечно, колоссальные значения имеют амбициозные такие, так сказать, понимания каждого. Он пришёл в профессию с тем, чтобы его увидели, его оценили. Но на самом деле, в общем-то, не стоило бы из-за этого всего, да, и ломать копию, вот, так сказать, строить эту огромную структуру. А самая большая сила этого фестиваля в том, чего все хотят. Каждый год город, округ, это огромное количество людей, округ ждёт этого праздника. Конкурс при этом не теряет значения, жюри не остаётся без работы. Вы, кстати, никогда не вмешиваетесь в его работу? Никогда. Доверяете их и выбору? Никогда этот выбор вас не раздражал? Никогда, нет. И больше того, я картины, которые, даже, ну, так получается, в основном, такие лучшие картины, я их смотрю после того, как закончился фестиваль. После того, потому что у меня есть возможность их спокойно посмотреть, без паники, так сказать, не толкаясь, опять-таки, в амбициях. Не толкаясь в каких-то, в какой-то шелухе. Вдруг, ну, там потрясающие наши киноведы работают. У нас там председатель отборочной комиссии сейчас. Изумительный, очень молодой человек, ну, изумительный знаток кинематографа мирового сегодняшнего Боря Нелепа, Борис Нелепа. Он целый год проводит на всех фестивалях мира. И он действительно способен осуществить такую тонкую, сложную, подлинную, настоящую селекцию на то, что сегодня и на то, что будет завтра. Я почему-то спросил, председатель нынешнего жюри у вас был Лав Диас. Это такой очень специфический режиссер. Я помню, как он сказал, что в мировом кино сейчас есть противостояние рынка и мудрости. Так вот он на стороне мудрости. С этими фильмами по пять, по восемь часов каждый. Он сказал, что мое кино не для зрителя. Это хорошенький председатель жюри, которому публика... Это все перемалывается, поскольку не перемалывается только счастье того, что кинематограф существует, кинематограф живет, кинематограф каждый год. Понимаете, когда весь зал стал подпевать леграновской музыке в память о легране, это огромная вещь, которая стоила огромного эффекта. Обратил внимание на одну деталь. В конкурсе, по-моему, дебют «Короткий метр» российский фильм «Чудесные приключения Нильса» получил диплом. Меня впечатлила формулировка. За эстетические поиски в цифровом хаосе. Это что такое? Это не вы придумали, нет? Нет, я вообще не придумываю ничего. Я только с изумлением читаю. Вот, о цифровом хаосе, о поисках. Я очень за то, чтобы постепенно, нереволюционно, никого не дергая за грудь, за шею. Смотри вот это, смотри, это уже все смотрят, а ты еще не смотришь. Постыдись. Да, постыдись. Я против того, чтобы было какое-то постыдись. Я за то, чтобы постепенно и очень уверенно новый дебютный кинематограф входил в живую жизнь нормального кинематографического продукта. Спасибо большое, Сергей Александрович. Ржа железо точит. Русская поговорка. И это авторский эпиграф, предпосланный Николаем Лисковым повести «Железная воля». Железо и ржа и есть, по сути, главные герои его повести. Один в лице немца-предпринимателя Пекторалиса, другой во многих лицах, а преимущественно в лице ленивого, вялого и беспечного Сафроныча, так и не уступившего дельному немцу. Я своему отечеству патриот и с места не сдвинусь. Противостояние жесткое и погибельное для обоих. Его сочли и поучительным, и выигрышным для театра. В Табакерке, в Театре-студии Табакова. Здесь Сергей Пускепалис поставил пьесу, в основе которой «Железная воля». Анекдот про немца, как определил свое произведение сам Лисков. Не очень смешной анекдот. К «Железной воле» обращались в разных театрах. Для Табакерки драматург Олег Грисевич сделал свой вариант пьесы. По ней и был поставлен спектакль под названием «Русская война Пекторалиса». Идею поставить историю о приключениях в России немцев с «Железной волей» Сергей Пускепалис обсуждал еще с Олегом Павловичем Табаковым. Но так случилось, что спектакль состоялся только сейчас. И это фактически первая полноценная премьера в Табакерке уже под руководством Владимира Машкова. В центре истории немецкий инженер Гуго Пекторалис. Его главная гордость – «Железная воля», которая помогает добиваться всего в жизни. Но вот он приехал наводить порядок в Россию, где формальные правила и логика не работают. А «Железная воля» может обернуться против него. Я провожу сюда дорогу. И здесь станет все правильно и хорошо. И нас придут тысячи, тысячи, тысячи. Но для этого нужна «Железная воля». И у меня «Железная воля». Я играю гордыню. Извините, я просто весь еще, видите, в мыле. Не желая уступить соседу Сафронычу, Пекторалис проигрывает в суд и терпит невероятные убытки. Но не отказывается от действий по правилам, вопреки даже собственной выгоде. В итоге гибнут оба. Но о Пекторалисе и пожалеть некому. Только Федор Афанасьевич, рассказчик истории, скажет, что помнил усопшего в пору его больших надежд. И оттого грустно. Какие-то сентиментальные вещи тех людей, к которым он попал, он на них не обращает внимания. А для нас, для русских, это очень важно. И здесь по-другому быть не может. Не вставая ни на чу сторону, режиссер хотел разговора о природе вещей. Герои Лескова для него вне времени, как и русский характер. Когда я наткнулся на эту повесть, я понял, что, Господи, я об этом думал. А он написал уже. И причем написал это в 1870-м году, в 70-х годах. Это я просто был поражен просто тем, той его проницательностью, его пониманием, знанием предмета. Поэтому не то, что схож, это я как-то приблизился к его пониманию этой русской действительности. И то мне, думаю, что еще там где-то рядом только. Жанр постановки определили как русский аттракцион. В него вошли образы из многих произведений Лескова. Запечатленного ангела, тупейного художника, очарованного странника. Музыку сочинил Владимир Купцов. В том числе на специально написанные драматургом стихи. Размышления о том, что такое русская самобытность и самоидентификация в очень музыкальной, веселой и грустной русской войне пикторалиса. Валерия Кудрявцев, Андрей Тарасенко, Новости культуры. В жизни и творчестве художника Владимира Любарова ключевую, определяющую роль сыграла, как известна, деревня Перемилова. Именно там в нем пробудился и вырвался на свободу заснувший был и художник. Нынешний год объявлен годом театра. Деревня Перемилова не пожелала оставаться в стороне от этого важного культурного события. Ее жители представили на картинах Любарова в образах героев литературных произведений. Галерею образов демонстрирует Театральный музей Минибахрушина. Жители деревни Перемилова приехали покорять глубиной таланта и выразительностью столичную публику во главе со своим создателем и режиссером Владимиром Любаровым. Создали самодеятельный театр и в перерывах между домашними делами перевоплощаются в литературных героев. Правда, узнаваемые сюжеты Перемиловцы меняют на свой лад. Добавляют справедливости или драмы. Хабаниха учит Катерину разделывать курицу. Но надо отметить, что у нас театр, хоть и классический, но все равно немного экспериментальный. Этой сцены нет в грозе, но ее мы изобразили по страстному желанию Анатолия, который разводит курицу. В воображаемом театре режиссер уже поставил нос Гоголя по просьбе супруги, которая страдала насморком. Дачники Горького родились из-за настоящих дачников. Художник не сопротивляется идеям Перемиловцев. Войну и мир те попросили сократить до дуэта Наташи Ростовой и князя Болконского. К аншлагам эти артисты привыкли. К отзывам московских коллег прислушиваются. Язык Любарова необычен, ярок, выразителен. Здесь и юмор, и сатира, и нежность, и грусть, и горечь какая-то. Все вместе это жизнь. Художник побеждает человека. Для меня это самое главное. Художник берет вверх. Всегда на выставках Любарова ощущение полного счастья. В театре у Перемиловцев есть и свой буфет. Ассортимент разнообразный, но нестандартный. Все то, что мы собираем со своих огородов, за исключением красной икры. Клубника, слива и чеснок. За ними в очереди, видимо, и стоит любимец деревни Жерар Депардье. Коллеги уверены, мир Владимира Любарова обязательно нужно экранизировать. А он показывает на экран. Уже. Этот мультфильм сделали заключенные колонии, женской колонии. Анастасия Егорова, Денис Красенков, Новости культуры. Накануне отметил юбилей народный артист России, педагог и театральный режиссер Юрий Еремин. 75 лет ему. Но он из тех, кто считает, что чем старше становишься, тем больше молодеет твоя душа. А юбилей надо использовать для того, чтобы обернуться и понять, что там было скверно в прошлом, что не следует брать дальше в будущее, а что было хорошо и здорово было бы взять в будущее. Любой юбилей, говорит Юрий Иванович, это трезвый взгляд на себя через призму прошлого. Уже много лет Юрий Еремин не даёт интервью, предпочитая высказываться своими спектаклями. Еремин изучает психологию человека, отражённую в произведениях мировой русской классики. В одном из редких интервью режиссёр как-то признался, что не может себя представить без Пушкина, Толстого, Достоевского. Поэтому дал себе слово, пока жив, ставит все их произведения. Юрий Иванович действительно говорит, думает, говорит о человеческих болях. Вот это для меня его почерк, поэтому мне с ним очень интересно. Виктор Сухоруков считает Еремина своим режиссёром. Жалеет, что сыграл лишь в двух его постановках. «РРР», авторское прочтение «Преступление и наказание» и спектакль «Царство отца и сына», где актёр сыграл царевича Фёдора. Почему я буду вокруг него этого спектакля много говорить? Могу говорить. Потому что 10 лет жизни, счастья, успеха, аншлага, приятия и откровений для меня самого. Я до сих пор там открываю какие-то вещи и пробую. Он настолько меня встроил, сочинил, вписал в историю «Царство отца и сына» в роль Фёдора Ивановича, что у меня сохранено право там моделировать, ошибаться, пробовать, экспериментировать, возвращаться назад. В биографии Юрия Еремина было шесть театров. Из каждого он уходил сам, обосновывая тем, что режиссёру нужны новые впечатления, психологические встряски. Выпускник ГИТИСа, ученик Павла Хомского, им, художественным руководителем театра Моссовета, почти 20 лет назад Юрий Еремин был принят в труппу штатным режиссёром. У нас может быть разные мнения, всё, но Юрий Иванович очень много даёт, но и берёт, когда ты на это откликаешься. Строгий, держит дистанцию. Первое впечатление о Юрии Еремине. Но стоит оказаться с ним на сцене. Актёры, режиссёры говорят. Скромный, чуткий, внимательный человек. При этом невероятно остроумная и творческая личность. Прекрасный педагог. У него много учеников, последователей. Среди них Евгений Писарев. Он служит театру, он служит своему делу, он очень достойно несёт профессию и уровень режиссуры, уровень эрудиции, уровень разговора режиссёра театрального со зрителем. Алла Сигалова сыграла главную роль в спектакле «Кастинг». Его Еремин написал по мотивам знаменитого американского мюзикла «Кардебалет». Она же выступила и хореографом-постановщиком. Но этот тандем выходит за пределы творчества. Их дружбе уже не одно десятилетие. Он как-то умеет быть, вот вовремя вот как-то прийти на помощь. Это очень важно. Он умеет слышать, он умеет чувствовать, он умеет воспринимать. Он какой-то друг, вот настоящий. Мария Трофимова, Дарья Турусова, Александр Садольский, Александр Подкоха. Новости культуры. Было в эти дни, что посмотреть, кого послушать, о чём подумать. Увидимся через неделю, продолжим разговор. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова